МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Тобольская панорама и обзор самых интересных событий из духовной столицы Сибири за прошедшую неделю. Обсуждать и анализировать сегодня с вами буду я, Анастасия Терехова. Далее, коротко о самом главном. Рыбий глаз смотрит на тебя. Базарную площадь оснастили камерами видеонаблюдения. Краска на желтках и чесноке. В Тобольске пишется уникальная икона. Машина у каждого второго. Какие правила движения чаще всего нарушают табуряки? Длинные новогодние праздники, помимо радостных событий, часто оказываются богаты на происшествия разного рода. Прошедшие каникулы отметились дорожной аварией, вызвавшей большой резонанс в городе. После столкновения с автобусом погибла женщина, сидевшая за рулем легковушки. В чем причины Тобольских ДТП и какие правила табуряки нарушают чаще всего? Об этом поговорим сегодня с Сергеем Кравцовым, начальником отдела ГИБДД Межрайонного отдела МВД России Тобольский. А пока топ-5 событий этой недели. На ледовой переправе Тобольск-Бекерево повысили тоннаж. Сейчас по третьей полосе для большегрузов разрешен проезд автотранспорта весом до 30 тонн. Специалисты регулярно мониторят состояние ледовой поверхности. Сейчас толщина льда от 115 до 140 сантиметров, что достаточно для проезда большегрузного транспорта. Эта дорога жизни важна для жителей Левобережья и деревень Тобольского района. Только по ней можно доставить габаритный груз, дрова, строительные и другие материалы. Уникальная икона создается в Тобольской конописной школе. Абалакская Божья Матерь с бытийными клеймами – это дипломная работа Александры Волынкиной. На деревянной основе она создала иконографию из 16 икон. Богородицу сибирского происхождения девушка писала красками на минералах. Эмульсию замешивает на желтках и белом вине, применяет даже чеснок. После завершения работы икону поместят в один из крупных городских храмов. 74 камеры видеонаблюдения расположены на территории Базарной площади и прилегающей улице Мира. Они позволяют отслеживать происходящее в режиме реального времени. Камеры системы «Рыбий глаз» с обзором в 360 градусов работают круглосуточно. Видео записывается, сохраняясь на сервере в течение месяца. В рамках дополнительной безопасности установлены три комплекса гражданин полиции. Это кнопки экстренного вызова. Звонок напрямую адресуется в систему 112. 23 тысячи километров и почти два года в пути. Тюменец Андрей Шарашкин стал путешественником на шестом десятке. В любое время года путешественник преодолевает по 30 километров в день. Начав свой маршрут из столицы нашей родины, он пешком обошел ее южную часть. Посетил Анапу, Ставрополь, Туапсе, Астраханскую область, Дагестан. В прошлом году двинулся на восток. Обойдя города Восточной Сибири, любитель дальних странствий прибыл в Тобольск. Здесь он намерен четыре дня изучать историю города. Впечатлениями об увиденном он делился в своем блоге «Путешествуй по России». В Тобольске продолжают устанавливать автономные пожарные извещатели в частных домах многодетных семей. С конца 2020 года установили более 500 извещателей. Всего по плану обеспечить умными устройствами должны 477 семей, где есть три и более детей, состоящих на учете социальной службы. Помимо этого, сотрудники МЧС проверяют состояние жилых помещений, где проживают эти многодетные семьи. Смотрят, есть ли риск возникновения пожара, например, связанного с неисправностью электропроводки. Тогда дома берутся на контроль. И теперь главной теме выпуска. Наш гость сегодня Сергей Кравцов, начальник отдела ГИБДД межрайонного отдела МВД России Тобольский. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Вы в Тобольском ГИБДД не новичок, проработали уже тут много лет и сейчас после службы в УВАТе вернулись снова к нам. Как на ваш взгляд, изменилась ли обстановка на Тобольских дорогах? Стало ли больше машин? Ну, хочу отметить, что за последние пять лет, конечно же, увеличилось количество транспорта на дорогах города Тобольска. Также увеличились транспортные потоки, соответственно, улучшилась уличная дорожная сеть. Благодаря, конечно же, администрации решаются многие вопросы, которые улучшают именно проходимость транспорта, увеличение потока, а также безопасность пешеходов. На сегодняшний день сколько у нас машин, ну хотя бы ориентировочно? По городу Тобольску на регистрации состоят 52 тысячи транспортных средств. То есть практически у каждого второго Тоболяка? Да, можно посчитать, что да, совершенно правильно, что почти в каждой семье имеется по одной, две, а то и три автомобиля. Ну, вот каким стал 2020 год для Тобольского ГИБДД? Насколько, скажем, позитивная статистика, если итоги года подводить? Ну, если 2020 год сравнивать с 2019, соответствующее снижение аварийности, соответственно, имеется на обслуживании территории. К сожалению, имеется 19 погибших. Это один погибший в городе Тобольске и 18 в Тобольском муниципальном районе, куда входит федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск. Ну, в целом же, хочу отметить, что имеется снижение по количеству раненых, также тоже самое пешеходов. Но основной вид дорожно-транспортных происшествий – это столкновения имеется, то есть выезд на полосу встречного движения, нарушение, опять же, пешеходами правил дорожного движения, ну и, соответственно, опрокидывание. То есть из-за скоростного режима. То есть преимущественно эта скорость, да? А статистика, если сравнивать ее с предыдущими годами, вот насколько, то есть стало больше жертв, допустим, аварии или, в принципе, держится на стабильном таком уровне? Могу отметить, что именно 20-й год стал, именно стабилизировалось, в буквальном смысле слова, имеется снижение по аварийности на обслуживании территории. Это отличные новости. Но вот самая распространенная причина – ДТП. То есть почему совершаются аварии, и, скажем, есть ли какая-то сезонность, если ее отмечать, там больше летом, допустим, аварии, люди едут там на юг, да, с юга вот это вот на трассе, или, наоборот, зимой больше какие-то заносы там на дорогах? Ну, в целом, хочу отметить, что в основном аварийность наступает именно в межсезонье, либо в летний период, когда уже, как вы отметили, совершенно правильно, что передвигается транзитный транспорт в большом количестве, именно двигаясь в южное направление. Соответственно, федеральная автодорога имеет большое значение в данном направлении. Соответственно, силами ГИБДД ведется постоянная работа по контролю за ситуацией на дорогах, соответственно, проводятся профилактические мероприятия. Также выявляется грубое нарушение правил дорожного движения, которые влекут тяжкие последствия. Вот если определять самую распространенную причину для ДТП, все-таки это что? Почему люди попадают в воду? В основном, большая причина – это выезд на полосу встречного движения при нарушении правил дорожного движения, где водитель, выезжая на встречную полосу в нарушении… Это обгон? Да, совершенно правильно, да. Нарушая правила дорожного движения, совершается столкновение. Вот здесь имеется большая тяжесть именно на федеральной автодороге, где у нас проходит по Тобольскому муниципальному району. У нас нововведение, вы говорили о том, что обновилась улицинодорожная сеть, нововведение – это вот кнопки вызова на пешеходных переходах и умные светофоры, так называемые. Вот как это влияет? Недавно еще это запустилась новинка. Как-то влияет это на аварийность, вообще на движение? Ну, конечно же, да. То есть удобно пешеходам, во-первых, и водителям транспортных средств двигаться. То есть в основном в вечернее время, то есть без каких-то, так скажем, чтобы какие-то помехи создавались, либо можно спокойно проехать по нашему городу, я считаю, беспрепятственно. То есть если четко соблюдать правила дорожного движения, то можно добраться безопасно и комфортно. Давайте мы расскажем, как прошли новогодние праздники. Вот сейчас все подводят итоги. Обычно это время такое неспокойное в плане происшествий, потому как, ну, мы понимаем, да, много свободного времени и алкоголь, они там делают свое дело. Вот у вас какая статистика? Ну, если сравнивать с 1 января 2021 по 10 января 2021 года, хочу отметить, что по городу Тобольску и Тобольскому муниципальному району произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, это 4 из которых, к сожалению, имеются пострадавшие либо погибшие люди. Погибло 2 человека, это 1 пешеход, и одна причина была, это конкретно выезд на полосу встречного движения. А также имелись и пострадавшие, но незначительные, но хотя они в данный момент имелись все-таки. 33 это много или это, в принципе, такой стандартный? Ну, 33, это, конечно, входит сюда и в мелкие дорожно-транспортные происшествия, где получили механические повреждения транспортных средств. Ну, вот большой резонанс в городе, там, в социальных сетях, да, вызвала вот авария на пионерной базе, которая, где как раз водитель погибла, женщина, сидевшая за рулем. Ну, и вот случай с пешеходом, да, где погиб пешеход под колесами автомобиля. Расскажите нам вот об этих авариях чуть подробнее. Обычно всегда интересно, что стало причиной, потому как предотвратить, допустим. Ну, первое ДТП в городе Тобольске произошло, это 2 января, поздним вечером, когда водитель транспортного средства, двигаясь в подгорной части города, совершил наезд на пешехода. Сейчас на данный момент то же самое ведется расследование данного инцидента, ну, соответственно, будут сделаны выводы. То есть пока не ясно, кто прав, кто виноват? Пока проводится, да, совершенно правильное расследование здесь, как бы, то есть будет установлена виновность каждого участника дорожного движения. На УАЦском тракте то же самое, предположительно, водитель транспортного средства легкового, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автобусом. Но здесь, как бы, тоже на данный момент проводятся следствия, то есть, соответственно, будет дана потом правовая оценка, то есть каждому участнику дорожного движения. Есть ли какие-то советы у вас, как у опытного уже человека и начальника ГИБДД, что делать, как повести себя на зимних дорогах? Есть ли вообще здесь, ну, наверняка специфика, ведь есть какое-то поведение за рулем? Ну, есть, конечно же, закон, это наши правила дорожного движения, которые написаны на ошибках водителей, которые необходимо неукоснительно соблюдать каждому участнику дорожного движения, и пешеходу, и водителю транспортных средств. Ну, а водителю транспортных средств необходимо выбирать скорость движения, как требует пункт правил 10.1, правило дорожного движения, соответственно, ввести транспортные средства с учетом его транспортной характеристики, с учетом метеоусловий, соответственно, не нарушая правила дорожного движения. А я напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Кравцов, начальник отдела ГИБДД межрайонного отдела МВД России Тобольский. Продолжение истории о чудесных домах выпустила тобольская писательница Зуля Стадник. Свою третью езданную повесть «Елка номер 4» она представила на встрече с маленькими читателями. А я хотел бы отпраздновать Новый год как люди, предложил дом номер 5. В книге Зули Стадник дома не только разговаривают, но и летают. Впервые двухэтажки из переулка строителей взмахнули крышами в книге «Крыши летят». Они улетают ко всяким краям, на море, в деревню. Интересно, много неожиданностей всяких. Книга вышла год назад и очень полюбилась читателям. Набрала позитивные отзывы в крупных интернет-магазинах, где продается. Здесь мы знакомимся как раз нашими домами. Какие дома есть, номера домов, где они вообще были, куда они летают ночью, когда все спят. Писателем Зуля мечтала стать с детства. Творчество созрело, когда родилась дочка. А Соли и стала первым слушателем маминых сказок. Вдохновение Зуля черпала на тобольских улочках. Я очень люблю наш город и особенно те места, которые такие тихие, немного заброшенные. Это в основном подгорная часть, нижний посад. И мне очень часто кажется, когда я захожу в такие места, что там точно случается какое-то чудо. Продолжение истории о волшебных домах «Елка номер 4» Зуля презентовала перед самым Новым годом. Кстати, у самых маленьких читателей популярна книга «Детский сад на колесиках» о том, как пошел в садик экскаватор «Клюша» и другие машинки. А в планах новые книги про необычных существ. Готовится сейчас книга про совершенно необычный волшебный пылесос с живой душой и благими намерениями, который очень-очень старается принести пользу, сделать все хорошо и помочь семье, в которую он попадает. Но у него получается все совершенно наоборот. Реализовавшись как писатель, Зуля Стадник чувствует себя счастливой. Во мне появилось такое чувство какой-то полноты, это когда ты живешь и сам не знаешь для чего, а тут что-то в тебе раскрывается, то ты был бутон, а тут ты раскрылся как цветок. У каждого, кто пришел на встречу, была возможность получить книгу с автографом автора. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин